Всем привет-привет! И, ну, раз уж мы собрались замуж выходить, хочу с вами поговорить на такую тему, обсудить с вами такую тему, как дейтинг. Потому что, я смотрю, сейчас пошла такая тенденция, знаете, называть успешным дейтингом обычное... В общем, есть такое очень точное слово, ёмкое, вы все его знаете, но оно нецензурное. Я постараюсь заменить его литературным успешным дейтингом стали называть обычное распутство. Вот, распутство. Давайте поговорим об этом. И знаете, вот эти все курсы дейтинга, да, вот как все учат, да, и, а, плюс еще полюби себя, вот этот тренинг полюби себя, это тоже, о, свои потайные желания, не надо скрывать, и мы такие свободные женщины, мы вообще комплексы прочь. Девчата, вот это все, я не знаю, что произошло, почему вот эти вещи стали называть такими новомодными названиями, но суть-то от этого не меняется. Как бы успешный дейтинг для меня, это какой? Это когда встретилась там один раз, второй раз, ну, ладно, третий, четвертый и вышла замуж, понимаете? А когда женщина встречается, уходит вот этот успешный дейтинг у нее, один раз, второй, третий, седьмой, двенадцатый, замуж не выходит, но при этом не забывает, она же такая раскованная, она свои потайные желания вынула на показ, да, и она пробует там на дееспособность всех мужчин желающих, а что такого? Она должна знать, какой он. Да вначале она должна узнать, какой он. Стоит ли вообще проверять его дееспособность? Ну так, на минуточку. И, знаете, вообще порядочность никто не отменял, вообще никто, как бы это понятие, почему все забывают. Я смотрю, все, да, здорово, классно. Ну вы что, девчат, я не знаю, я одна, я такая уже как отсталая, старуха какая-то. Это что такое? И женщины, я смотрю, веселятся, уходят вот в эти свидания, они научились как-то из мужиков выманивать там эти деньги и представляют это, как будто это так здорово. А я не считаю, что это здорово, не считаю, что это классно. Это вот именно то слово, которое я не решилась сказать вслух. Вот для меня это выглядит так. И я знаю, что далеко не все женщины, как бы, ведут себя так. И посмотрите со стороны мужчины, как это выглядит. Хорошо, вот он приехал к вам, в вашу страну, да? То есть, что он сделал для вас, чтобы получить ваше расположение? Чтобы получить в свое распоряжение самое дорогое, что у вас есть в вашей жизни, ваше тело. Что он сделал? Ничего. И он это прекрасно понимает, что он ничего не сделал. А вы ему доверяете вообще свой храм. Девчата, это что такое? Я не пуританка, но элементарные какие-то вещи. Почему они все забыли? Я не понимаю. Причем мужчины не забыли. А здесь мужчины вообще не забыли тот шабаш, который у нас там сейчас происходит, и всех учат. А еще, как соблазнить? И все рванулись. Учить, как соблазнить? Да ты вначале узнай, какой этот мужчина, подходит ли он тебе. И если он тебе подходит, а ты по человеческим качествам своим подходишь ему, то уж вы найдете способ, поверьте мне, соблазнить друг друга. Но это вообще не проблема. А проверять вот эти моменты, мне кажется, это нужно не в первую очередь. В первую очередь нужно выяснить, стоит ли вообще проверять, какой он там в постели. Понимаете? Вначале выясните, стоит ли проверять. А то вот встретились, и все классно, вот она там, хорошо, это если он приехал. А если куда-то пригласил, так это вообще же жесть получается. То есть он, мужчина, пригласил куда-то в третью страну, допустим, да, оплатил женщине билеты, она приехала и начинает его проверять. Я не знаю, может, я что-то не понимаю, но это вообще пахнет уже проституцией. Понимаете? Только в чем разница, за бутылку пива или за билет с отелем? Ну, чуть дороже, хорошо, но смысл-то тот же. То есть, конечно. И я смотрю, девочки уходят там некоторые, не все, я надеюсь, не все уходят в этот дейтинг, как в развлечение, вот то, что я говорила, вот эта опасность заиграться с этим всем. И давай проверять там всех желающих, всех, кто там билеты купил. А в чем его уникальность? Мужчина тоже так же смотрит, даже вот он купил вам, там, не знаю, мне, допустим, билет, да, я приехала. И что? И он-то понимает, что он для меня ничего особенного-то не сделал. А я тут давай его сейчас буду проверять, какой он там, насколько он бодрый, насколько он свеж, да, в интиме. Ну, вообще смешно. Это даже не смешно, понимаете? Это даже не смешно. Ну как, мы же должны уважать себя, уважать себя и уважать свое тело. Оно у нас одно, не позволять, не пихать в него все подряд, понимаете? И потом удивляемся, и потом, вот, да, и потом нам все не подходят. Ой, он оказался придурок. Так ты вначале выясни, что он придурок, или получи все доказательства, что он не придурок, и потом уже его проверь, знаете, как вот так, для надежности, потом проверяете, и если все сложилось, да, пазм сложился, потом уже там дальше что-то, вы там женитесь или не женитесь. Конечно, мужики там куда-то теряются, пропадают, потому что это просто такие секс-развлечения. И я не знаю, у нас там сейчас на вот это русскоязычный интернет сейчас пестрит всем этим, пестрит. И там такие дикие просмотры, и комментарии такие, да, здорово, классно, мы сейчас все как пойдем, как проверим, а что, мы такие свободные, мы такие эмансипированные. Девчат, вы чего? Ну, я вам говорю мое мнение. Если у вас другое мнение, пожалуйста, ну, раз уж мы замуж выходим, а мы еще хотим выйти замуж и удачно, да, и чтобы не за придурка, и даже иногда можно в такой ситуации все-таки дожать как-то уж, усхитриться там, я не знаю, каким методом, и довести там мужчину до брака, но гарантий нет, что он там через какое-то время не скажет вам, слушай, ты русская шлюха. И знаете, будет прав. Я вообще не понимаю. Все же просто давайте замуж выходить. Ну, чтобы замуж выйти, кого замуж берут? Приличных женщин. Да? Ну, так давайте будем приличными женщинами. И забудьте вот это слово там, дейтинг, вот это красивое слово дейтинг. И уходят, это же дейтинг, это же так круто. Это не круто перебирать и пробовать всех мужчин, всех, кто купил там билеты. Это не круто. Круто удачно выйти замуж. А вот это все, я не знаю, почему это вот так сейчас нам предоставляется. Я надеюсь, что вы со мной заодно. Я очень надеюсь на это. И не надо заблуждаться по тому поводу, что вот интим нас близит, между нами будет какой-то наш секретик. Ничего не будет, никакого секретика. Просто это вообще никак не влияет, понимаете, по большому счету. Если мужчина вас не заинтересован, он свалит от вас, вне зависимости от того, был у вас секс или не было. Просто если был, как бы он не зря платил. И он думает, о, очередная вот русская вот эта дама, да? И ярлычок там прилепливает. Вот и все, больше ничего. А если он вас заинтересован, да, и он чувствует, что вы в нем заинтересованы искренне, понимаете? Он почувствует, он должен чувствовать, что вы в нем заинтересованы. И если он почувствует, что вы в нем заинтересованы, и у вас не было там, вот вы встретились там на два дня, да, на три, и у вас не было секса, он никуда не денется, он вас будет только больше уважать, и он захочет встретиться с вами опять, и не через два года, а там буквально через, через скоро, поверьте мне. И потом, вот, все вот эти истории, там, тренинги, курсы, еще что-то там по дейтингу, учат чему? Вот, завлечь мужчину, да, ну, я вам могу и так, могу вас научить, вообще и бесплатно, и без всяких тренингов, как бы могу рассказать, как привести мужчину быстро, вывести на свидание, да, к свиданию привести, и, да, он вам купит билеты, да, он с вами встретится, ну, понимаете, и на этих тренингах учат, 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 а дальше, что потом? Вот она приехала, женщина, такая вся эмансипированная, и получается, что получается, и оказывается, что все не те, а вот представьте, вот, допустим, и вот она встретилась, и вот у них там это случилось, интим, и он стал вести себя, как подлец, а теперь представьте ту же ситуацию, если они встретились, познакомились, и не было интима, понимаете? То есть не давайте повод вести себя отвратительно с вами, просто, мы сами даем вот это разрешение, да, давай, обращайся со мной, как с тем, что и с чем обращаются, да, как, поэтому, вот оно, уважение, для чего нужно это уважение к себе и к своему телу в первую очередь, оно у вас одно, и сколько их там будет, их может быть, этих ухажеров, да, этих свиданий, огромное количество, а вы думаете, они идиоты, мужчины? Они же все понимают, они же все понимают, это с нас очень считывается. Дальше, еще такой момент хочу затронуть здесь же, а про поведение, вот, на свидании, да, вот вы встретились, поведение, я вам буду рассказывать вот про себя, учитесь на моих ошибках. Я поехала первый раз на свидание, у нас с этим мужчиной, конечно, ничего не сложилось, ничего не могло сложиться, не могло сложиться, потому что я вела себя странно. Это уже потом я анализировала, то есть, понимаете, тоже, вот тоже насмотрелась, да, начиталась, и я знала, вот я уже научилась, как быстро, там, цветы, нет, скайп, цветы, свидание, вот он мне прислал билеты, там, буквально сразу, и я поехала с ним встречаться, и я приехала, а дальше-то что? То есть, понимаете, да, я опять погружена в себя, любовь к себе, я любовь к себе, у меня там любовь к себе, там я к себе воспитывала, да, это все, и я в себя погружена, мой дейтинг, моя любовь к себе, там, что там еще, все вокруг меня. А на мужика-то я внимания не обращала, понимаете, я вела себя, ну, вот так, да, то есть, я ему, он вообще не понял, вот теперь я понимаю, он вообще не понял, зачем я приехала, потому что я транслировала ему ничего своим поведением, то есть, я так на него, ну, посматривала, ну, я ждала от него каких-то действий, понимаете, вот я ждала. Да, причем, когда он пытался какие-то действия, тут еще моя гордыня там вылазила, он там, допустим, подводил меня к какому-то магазину и говорил, ой, смотри, какая там что-то там, там часики ролик, смотри, какие хорошенькие, ты хотела бы такие? И я говорила, не сегодня, вот что-то такое, понимаете, я не хотела, чтобы он покупал мою любовь, я не хотела чувствовать себя обязанной. Ну, со стороны, вот я вам сейчас рассказала, ну, идиотка же, да, но я же могла как-то, потому что от страха еще это волнение, а еще первый раз вообще поехала куда-то посторонний мужик, и вот мы с ним гуляем, и все это напряжение, да, и вот это дейтинг. Я думаю, нет, еще там, еще и человека как бы не знаешь, кто он толком, чего ждать, да, но тем не менее, я ему транслировала ничего. Я никаким своим поведением я не показала, кроме слов, я сказать можно что угодно, а своим поведением я никак не показывала на то, что я приехала строить с ним отношения. То есть я вела себя, как вот, знаете, тоже, да, свидание, там, хорошо провести время, вот это было. То есть я приехала, я там самолюбованием занималась, какая я классная, вот меня на свидание позвали, да, у меня такая коронушка такая подросла, такая вот, ну, такая узенькая, но в высоту зато. Вот и все. Поэтому вот, а все почему? Потому что нам вот это навязывается. Навязывается, а дальше-то что делать? Сильно никто не объясняет. А если объясняют, то совсем не то, что нужно делать. Делайте свои выводы, господа и дамы. Дамы, девчонки, не поддавайтесь на эти провокации. Понимаете, мы живем в мире мужчин. На самом деле миром управляют, нашим миром управляют мужчины. И, знаете, вот эти сказки, что да, давайте, девчонки. На самом деле это просто такие дешевые провокации. Не поддавайтесь, пожалуйста. И мы все выйдем замуж. И будет все хорошо. И вот в дейтинг вот этот уходить там, ну, понятно, что да, здорово. Ну, вначале, даже прежде чем поехать, вот учат, да, в дейтинг. Сделать так, так, так. А, еще такая история, что никого не отметаем. Нет, я понимаю, не отметаем, да, рассматриваем. Но мы можем оставить там в респондентах, когда ты смотришь. Вот у меня так с мужем было, я посмотрела, я подумала, ну, нет. Ну, такого оставляйте. А когда вы смотрите и думаете, нет, вот это точно нет. Но если оно вот это, нет, то чего там ждать хорошего? Что там может сложиться, если уже отвращение, даже просто от фотографии? С каким настроением вы будете строить? Какие отношения? Что может быть? Вот эти истории. И нас почему-то учат, нет, надо цепляться за любого. Вот за любого. Да не надо за любого цепляться. Понимаете, вот пока мы цепляемся за любого, мы тратим свои силы, нервы, время. Мы опускаем свою, самооценка наша уходит глубоко вниз. Когда, ну, представляете, да, когда смотришь, думаешь, ой, господи, еще отвечаешь ему там, и нужно за него еще цепляться. Ему еще надо стараться понравиться почему-то. Вот я с этим вообще не согласна. Вообще не согласна. А еще параллельно вот это, да, нет, мы там цепляемся за всех, всем стараемся понравиться, но при этом почему-то мы еще должны чувствовать себя королевой. Вот я не знаю, как почувствовать себя хорошо, комфортно, да, и достойно, когда там надо цепляться за всех. Вот я не понимаю. Знаете, серьезно настроенные мужики, они сами прицепятся, вот поверьте мне, тоже к порядочной женщине, понимаете? К порядочной цепляются, они и так прицепятся. А вот там развлекать убожество всякое не надо, вообще не надо. В общем, я сказала, что хотела. Я вас всех люблю, я всем желаю счастья. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok